Добрый день! Сегодня 11 мая, меня зовут Маргунова Ирина, я являюсь руководителем проекта компании ЗСК Сфера, а мы с вами находимся в гостях у наших друзей и коллег компании Дикий Дом. Сегодня я поговорю с Евгением Мироновым, который возглавляет компанию Тут Удобно, которая специализируется в области инженерно-строительных работ. Всем привет! Сегодня у меня собеседник, милый, приятный, Евгений Миронов, возглавляет инженерно-строительную компанию Тут Удобно. Огромное впечатление у меня произвел его выступление на форуме ОЗО, и поэтому мы решили пригласить его, чтобы он рассказал о себе, о своей компании. Евгений, представьтесь для начала. Ну, в общем-то, как-то все правильно сказали по тому, что являюсь представителем компании инженерно-строительной в области частного и туристического, скажем, застройки такой, да, и также еще по совместительству эксперт по экологии, поскольку у нас один из профилей это канализирование, септики, и, в общем-то, мы иногда занимаемся экспертной проверкой и созданием правильного инженерного подхода при проектировании инженерных систем по очистке. Потому что многие, конечно, нарушают закон, да, и как можно экономить на очистных сооружениях, и все это прекрасно попадает, к сожалению, в наши рейки, и, ну, и, в общем-то, это в самом худшем варианте в рейке, так, и кто-то на грунт скидывает, к сожалению, все, что вышло из этих домиков приятных. Поэтому, вот, в общем-то, это такая область деятельности. Поэтому, в общем-то, буду полезен на любые вопросы, готов ответить. Ну, мы будем сейчас разговаривать больше про глэмпинги, да, и больше про некапитальное строительство. Вообще, что забывают глэмпильеры, и, идя в историю, то, что вот у меня некапитальное строение, и мне вроде как не нужны там капитальные инженерные сети. Так ли это? Ну, вообще, надо отметить, что сейчас любой туризм практически в огромном процентном соотношении эти некапитальные строения, да, потому что строят что? Быстро, экономично, да, огромные вот эти отели, там, на 500, там, на 1000, да, это очень маленький рынок, это очень маленький процент этого рынка, вот, поэтому сейчас все побежали с учетом тенденции, об этом все говорят, на искать вот эти земли, да, если у вас появляется земля, сразу все пытаются построиться. Тут зависит просто, наверное, вот конкретное значение земли, там есть свои нюансы. А так у всех некапиталка. Так, конечно, правильно, что когда учитывается строение само, к сожалению, забывается учесть вот эти все инженерные сети и благоустройство. Ну, вроде как, посчитали домик, там, строят полторы, два, три миллиона, или, там, например, вот, сапари-тенк, да, самая такая экономичная модель глэнтинга. Ну, и вроде все, о, посчитали они, там, по полтора миллиона, 10 домиков, им 20, ну, экономическая, там, модель, она обычно, как говорят в консалтинге, да, этого бизнеса, ну, там, начинается от 50, хотя бы, там, от 60 людей, да, там, нагрузки, да, чтобы это была какая-то эффективная история, да, с точки зрения денег, вот. Поэтому мы с вами понимаем, вот, там, сделали, там, нельзя, 20-30 моделей заложили в бизнес-проект, а вроде инженерка, ну, как инженерка, да, вот, как, вроде бы, ну, там, накидали цифр, там, два-три минуты кто-то им сказал, там, да, или, как, иногда многие частный дом строили, да, и вот дальше. Это же опыт приложили сюда. Это же опыт приложили сюда, ну, вроде посчитали, и потом, если спросить каждого второго человека, кто открывал, вот, они могут вам в комментариях написать, да, вот, по опыту, кто открывал глэнтинг, с чем они, с какой проблемой, с точки зрения инвестиций, они сталкивались. И я убежден, что каждый, там, второй будет говорить как раз о том, что, ой, знаешь, не учли элементарные дорожки. Ну, вроде подумали, что, там, насыпать щебень, да, там, а, это все. А насыпать щебня, это тоже же деньги стоит. Время, да, деньги, и тут же... А еще на большой территории, которая протяженная будет. И мы с тобой сейчас затронем тему, поговорим о том, что, а какой подход, да, то есть, либо ты строишь это сам, как я говорю, там, брат, сестра, жена, там, да, все эти помогают, дети, там, бегают, они тебе помогают, там, не знаю, инструмент подавать. Один расклад, да. Либо ты нанимаешь хотя бы маломальскую бригаду, либо ты уже обращаешься к компании, которые тебе профильно все эти вопросы закрывают. Конечно, цена вопросов у всех разный, и подходы у всех разный. И время у всех разный. А это ключевой момент, это как недавно собственница одного глэмпинга, она говорит, Женя, ну, я же не знал, что это у меня займет столько времени. Я же не знал, то есть, я сэкономил, а если посчитать, вот если ты купил землю, уже построил домик, тебе там инженера надо подвезти, то каждый день сезона, каждый месяц, это твой простой в деньгах. Да, поэтому в этом есть основная вот проблематика рынка, что не закладывают вот эти суммы, не считают их правильно, не обращаются хотя бы на просчет, на консультацию. Все все знают, стройки, да. В итоге лучше все равно обратиться к профессионалам, да? Ну, в итоге хотя бы взять консультацию, да, проникнуться вообще проектом. То есть, вот есть у вас проект хотя бы ситуационный, да, или генплан, зонированные территории. Как говорю, каждый второй бежит, домики посчитал, хочу вот такое-либо, хочу сферу, да, вот вы занимаетесь сферами, да, хочу сферу поставить, хочу. Все посчитали, ну и вроде накинули какую-то сумму, но никто нормально не берет и считает длину магистрали. Даже вот мы иногда с проектировщиками всегда это абсурдно. Я говорю, зачем вы на такой зоне раскидали вот так строение? Я говорю, вы не учитываете бизнес-модели длину магистрали, никто это не закладывает. Потому что обычно, ну, человек же кто строит туристический объект. В основном это ведь творческий. Мечтатели, да. Мечтатели, да. Мечтатели-фантазеры, да, с точки зрения особенно бизнес-моделей. Они же как, вот здесь у меня красивые, вот здесь вот домик, а что-то между домами там 150 метров там подъезды, да, и что их действительно все лучше, к сожалению, да, сдвигать. Понятно, есть комфортные нормы, об этом вот специалисты многие говорят, да, занимаются консалтингом, да, Макон, Басин, например, и ряд таких специалистов, они как раз говорят, как правильно, да, вот сделать комфортные зоны. И вы как инженера подтверждаете это расстояние 15-20 метров? Конечно, мы говорим о том, что, естественно, мы как инженеры, с точки зрения, нам какая история? Понятно, что мы придем, скажем, что давайте здесь у вас получается километр магистральный, нам только... Мы только рады, что вам посчитаем сейчас вот такую смету, только когда вы ее увидите, вам она не понравится. И ваши мечты рассыпятся. В этом-то и есть проблематика, да. Поэтому всегда, когда у вас ситуационный план, мы всем рекомендуем, вы дайте вам просчет компании. Даже не будете работать с этой компанией, ну, всегда как-то. Но понять цифры, да. Хотя бы ты поймешь, хотя бы тебе дадут консультацию какую-то по цене. Вот сейчас что происходит? Мы последний месяц только считаем коммерческие предложения. Потому что люди идут вот за грантами, люди идут вообще к инвесторам, люди хотят понять цифры. Вот и все. То есть, естественно, ты должен взять свой институтный план и нормально обсчитать. Не просто вот гипотетически пофантазировать, кто тебе что-то сказал. А реально у специалистов прочитать. Кстати, да, вот сейчас многие забывают, вот мы сегодня общались с Кирой и Жанной, да, по поводу того мастер-плана. Хорошо получили коммерческое предложение на домике от уже застройщиков, да, от производителей. И тоже так же прийти в инженерно-строительную компанию и просчитать такое же коммерческое предложение, да, чтобы это уже все привязать к одному мастер-плану. Вот это правильный путь. Да, да. Ну, главное лучше, я говорю, что брать разные компании. То есть, да, ты берешь, например, не одну компанию, которая особенно только строит дома. Потому что у них фокус внимания построить дома и у них фокус производственной линии на этом. А на инженерной части, на благоустройстве, ну, у них, конечно, да, они там могут отдать наподряд там еще рядом компании. И это сама центральная компания не может просчитать без деталей. Поэтому лучше моя всегда рекомендация. Сапожник, счет сапожник. Да, взял три компании профильных, просчитал у них, получил кпшку, понял, что вот и цена рынка. И тогда вы идете к инвестору уже. Или, по крайней мере, закладываете свой бюджет, который реальный, а не вот этот фантазерский бюджет, который часто, к сожалению, приводит к печальным последствиям, когда, если у каждого второго спросить, кто открывал, конечно, бизнес-модель такого нету. Срок окупаемости у всех плавает. Бюджет, она даже не спрашивает у без имен, да, там, кто открывал. Говорит, ну сколько получилось? Ну примерно 8 или 10, 12, вот такая, да, или 15. Это мы сейчас говорим про благоустройство инженера. Мы говорим, да, вот мы говорим про эти наружные истории, да, то есть, потому что, повторюсь, 10 домиков с конкретной цифрой. Мы знаем, сколько стоит сфера, плюс-минус там даже, да, мы понимаем, сколько стоит сапари-тен, а плюс-минус в комплектации. Но с точки зрения инженерки порой у людей, они, потому что идут этапами. Вот здесь поставили там воду, вот получилось 2 миллиона. Вот это, где поставили это. Потом в итоге вы расставили сумму, которую я буду планировать. Другую. Да. Может ли это быть компания удаленная, которая просчитает инженерные сети? Конечно. На самом деле к нам и обращаются люди по всей России для просчета, потому что мы говорим обычно, как вот, смотрите, мы просчитали, а с точки зрения реализации у нас есть такая позиция, мы выезжаем на объект определенной небольшой инженерной группы. Два-три человека, а все уже исполнители, то есть там рабочая техника, мы берем на месте. На месте. Ну, нет смысла даже, вот у нас объекты по Югу очень много, там Либицкая, Воронежская область, да, нет смысла нам там, например, туда везти. Бригады, да. Даже, хотя это 500-600 километров, а уж никто не говорит нам о средней полосе там и так далее, и дальше туда, далеко на восток. Вот, поэтому, конечно, здесь просчитать, по-моему, какая разница. Что нужно для просчета? Просчету нужен генплан. Генплан, ситуационный план, все зоны, которые у вас вы хотите показать. Если у вас есть пожелание по береговой линии, все же хотят красивый берег, да, там, фотографии, видео обычное мы просим. Посмотреть лесная зона, что у вас там можно убрать там, да, поработать. Поэтому мы, как бы, командой обычно оцениваем вот эту весь объем, весь объем. Масштаб, да. И даем какие-то рекомендации. Ну, то есть, собственник обычный иногда многие детали тоже упускает. Ну, мы говорим, здесь, может быть, заезд стали сделать, если нет ландшафтного плана, какие-то комментарии. Входные данные, там, по электричеству, по наличию воды, дороги. Да, входные данные, что есть, да, потому что территории всех разные, объекты всех разные. Сейчас многие реконструируют старые, там, лагеря, санатории. Да, у кого-то уже что-то есть, какие вводные данные. Ну, мы обычно задам этот список вопросов, он такой брик небольшой, да, какие нам данные нужны для просчета. В принципе, это обычно большие данные. Да, что есть по электроснабжению, что есть по воде, если вообще, может быть, у кого-то бывает. Сколько времени тут занимает вот такой вот просчет? Ну, примерно. Просчет обычно несколько дней. Несколько дней. Да, два-три дня там бывает. Достаточно для того, чтобы дать какую-то предварительную АПП. Потому что, ну, для многих же это вопрос инвестиционной модели. И они делают этот расчет предварительный. Поэтому дальше уже они понимают, могут они зайти в эту вилку, да, цены. Это платная услуга у вас? Консультации нет. Мы делаем это абсолютно бесплатно, потому что, ну, как бы нам это, во-первых, интересно. У нас туристическое направление – это одно из направлений компании. Так, у нас процентов 80 – это в основном частный сектор, а 20 процентов – это туризм. Мы рассматриваем, нам тоже интересно. Вот мы смотрим, объект нам интересен, мы в него стараемся инвестировать с точки зрения временных режимов, да. Считать, посмотреть, ну, это же интересно, развивать, как говорится, туризм в стране. Вот. Берите на вооружение. Абсолютно бесплатные консультации. Пока еще, я думаю, что… Да, пока еще. Да, пока еще. Потому что таких специалистов… Пока еще мы, правда, зашиваемся, нам сложно, но мы можем еще пока выглядеть на это время. Да. Тем более, если понятно, что просчитывать все равно все не в сезон, никогда идет в сезон, да. Но вне сезона этому можно уделить внимание. И такой очень важный момент, что свой участок нужно смотреть во все сезоны, правильно? Ну, желательно смотреть его как раз весной, вот. Потому что обычно вот мы рекомендуем смотреть, если люди выбрали уже участок или там собираются купить. Конечно, весной, когда сходит снег, когда мы видим половодие, как сходит вода с верхних участков, да. Например, если у вас в Низине находится где-то, потому что все же хотят поближе к воде. Но всем известно, что поближе к воде тоже бывают свои проблемы. Потому что и у нас затапливает многие реки, если они выходят, да, из берегов. У нас и за счет рельефа определенного сложного иногда сходит огромное количество воды. Просто смывают, да, вот как некоторые в этом году. А глэптики пострадали от этого то, что особенно не капитальные. Вот там, оладочные истории, да, их просто несколько смыло, и надо об этом учитывать. Как отводить воду, то есть всегда приезжайте весной, смотрите, где у вас идет потоп. Вот, как его избежать. Ну и выбирать землю, это вот рекомендации инженера, строителя. Да, рекомендации, потому что иногда лучше не брать эту землю. Просто это будет очень дорого вам в эксплуатации. А зимой может быть очень красивый пейзаж, да, летом все в зелени, все хорошо. Обычный риэлтор, он так и, к сожалению, такая небольшая такая обманочка идет. Вот, посмотрите, красиво. Люди так покупают не только туризм, а вообще дома загородные. Кстати, большая рекомендация, что никогда зимой не выбирайте участок себе. Уж когда снежок сходит, вы увидите большую проблему на самом участке. Это лучше. Весна покажет. Весна покажет. Всегда об этом, да, так и говорится. Вот пришел хорошо к тебе подготовленный человек уже, который там заказал смету, который пришел уже с готовыми решениями с мастер-планом. И реальность вот твоих просчетов, она сходится чаще с… Обычно, к сожалению, стройка, это вообще… Непредсказуемо. Это непредсказуемое, к сожалению, такое вот явление такое, да. Оно, конечно, может попадать в какую-то вилку, да. Поэтому не всегда рекомендую, даже по поводу выступления… Я всегда говорю, что у нас есть примерное интересное такое количество людей. Вот думайте об этом. С 15, с 10-12 миллионов сюда можете попасть. Точную цифру никто никакой. Это как шалатан или кто-то банщик вам это скажет. Это невозможно. То есть процент на такое, как бы… Погрешность… Погрешность, конечно, есть. То есть даже вот итоговая смета, когда ты уже выходишь на проект, весь проект, все равно может отличаться 10-15 процентов. Поскольку вот обычно туристические объекты все-таки это лесной массив. По лесной массиву тоже ты не понимаешь, как ты магистраль приведешь. У тебя по плану одно – хоп, вот на сколько раз выходишь… Дерево растет. У тебя еще какая-то сложность – раз, два. И все это, к сожалению, меняет иногда планы, но не глобально. То есть ты обычно говоришь нам инвестору, то есть объясняешь о этом риске. Он есть. На процент с отношением, конечно, он есть, но он не такой весомый, когда люди вообще не планируют ничего и попадают пальцем мне в этом. Думали 2 миллиона, оказалось 20. Вот это печаль. Этапность можно предусмотреть? Конечно. То есть, допустим, сначала запускаем одну линию с одной нагрузкой, потом следующую линию, следующую, следующую. Конечно. Ну, этапность зависит от чего? От инвестиций. То есть, да, люди, например, они идут этапами. Вот у них есть одна зона, вторая, третья. Они открывают первую, вторую. Например. Открываешь первую. Даешь тебе задание, найду первую. И мы считаем, мы понимаем, что нам нужно посчитать. Благоустройство нам нужно посчитать. Потому что наша компания, она как раз занимается комплексом всех наружных работ. То есть я обычно, как говорю, вот домики построили вам, а все, что снаружи, это нет. Потому что нужно предусмотреть подъездные пути, а потом пешеходные зоны, да, логистические по самой туристической базе. Рассмотреть как раз электроснабжение точечное по периметру. Нужно рассмотреть, соответственно, подачу воды, да, точки. Освещение. Да. У нас, безусловно, освещение. Вот. Принципиальная история с канализированием также. Потому что это тоже очень важный момент. Если мы находимся в пределах, например, водоохранной зоны, куда мы отводить будем, как это будет проектировать. Будет вы заказывать откачку, не откачку. Вот классическая ошибка, например, по канализированию, да, этого. Люди забывают посчитать, что вот если они ставят емкости, сколько будет откачка стоить в разрезе, там, месяца, двух, там, да, года. Потому что есть объекты. Вот мы в том году ездили на объекты. Люди платят 50 тысяч рублей ежемесячно на откачку. В разрезе года или семи месяцев работают и большая уже сумма получается. Лучше проектировать правильно. Поэтому этапность, она классическая. Такая такая. То есть мы сначала довезённые пути смотрим, да. Делаем первичное черновое благоустроиство, расчистка леса, смута густота, да. Какую первичную планировку, если у нас не буквы игры, там вообще проекция невозможная. Да. Потом дальше мы смотрим, там, инженерная сеть. Как мы поведён? У нас есть правильный. Откуда, да. Конечно. Если у нас есть подход правильнее, конечно, проектировать всё. Проектировать электроснабжение, проектировать водоснабжение, канонезирование проектировать. Не у всех ландшафт хватает на проектирование. Но это иногда не такая важная история. Но вот инженерные сети лучше... Как правило, еще такие локации, глэмпинги, они уже в красивых историях. Они уже в красивых историях. Там какие-то дендрологии, посадки, это уже обычно удел самого собственника, управляющего. А вот инженерные сети лучше, конечно, запроектировать. И вот после этого проектирования уже мы идем этапом. Мы тянем снабжение доточечно, водоснабжение от какой-то точки, где у нас там идет скважина или уже какой-то наборный узел воды есть. И калинзирование тоже проектируем. Либо мы ведем это в конкретную точку, куда-то у нас одна есть одно очистное сооружение, в котором он все... В жестнике нас. Либо, когда мы понимаем, что идет этапами, и лучше, может быть, нам даже локально септики поставить. Магистрали огромные, длина большая ша иногда, и лучше, может быть, локальный септик поставить, да, лост на определенное количество группы, там, ну, объектов. Хорошо, мы с тобой поговорили про этапность, здорово. Но сейчас, в нынешних реалиях, да, запуск вот такого бизнеса, не капитального строения, это еще по большей части очень быстрые процессы, да, должны быть. Вот, как вы сроки инженерных работ? Вот, допустим, возьмем стандартный участок, там, 5 гектаров и 30 номеров, да, 30 модулей, неважно там каких, и у каждого будет санузел. Вот сроки выполнения работы. Ну, обычно все упирается в наличие проекта. То есть, классика жанра, это любой строительство. Проект есть. То есть, да, если вот есть проект, и, собственно, не играется вот в эти фантазии, да, свои, вот сегодня я хочу здесь куплю завтра, если хочу, типа, доник сегодня, модуль, здесь бассейн, или там, вот он начинает играться, такого, когда нет, когда есть четкое понимание, там, да, проекта и реализации, обычно вот это все занимает до одного года, то есть, один сезон. Ну, обычно... А, то есть, сезон, да? У нас апрель, если у нас есть на руках проект, мы уже выходим на объект, если позволяет, да, там, снег, дождь, нету погоды, каких-то проблемных условий, все, у нас, соответственно, мы закрываем за сезон, там, октябрь, ноябрь, вот такой проект мы обычно сдаем. То есть, если это совместно еще происходит, например, с застройкой домов, ну, или домик уже стоят, например, да, то есть, мы, в принципе, балансируем обычно. Идеально, конечно, когда проект не меняется, ты подвел все магистрали, вообще этапность у нас какая, да, ну, поподвел все магистрали уже, и ты зачистил территорию для застройки домов, после этого ты построил дома, уже дальше подключил их к магистрали, да, и уже финишную черновую, когда у тебя инженерка вся заложена, дома стоят, ты уже навел чистовую, так называемое, благоустройство. Ну, сделал дорожки, то есть, да, красивенько убрал все слизистки грунта, которые образовались после кубки, спланировал где-то там, уже газончик где-то посадил, то есть, наладил такую вот уже правильную чистовую благоустройство, что многие тоже этапности путают, и там, тоже дорожки положил, а у него еще там техника не катается, да, и все портит, к сожалению, и порой это лучше делать, всегда откладывать чистовую благоустройство только напоследок, да, даже иногда берег чистить, еще что-то лучше, как в самый последний момент, потому что, ну, приводить берега в порядок, когда после вот всех строительных работ. Ну, теоретически, если мы в октябре закончились, то в принципе, в теории, да, припровошило снежком, можно и заселиться. Конечно. Пожить, а весной уже эти благоустроительные работы закончились. Обычно же так и делают, на самом деле, в классике жанра, ты, если можешь за сезон закрыть все строительные работы, да, оттестировать под конец сезона какие-то нюансы, там, инженерку, ну, естественно, что-то будут, как всегда, все должны понимать, что любые строительные ошибки, они будут все равно всплывать. Там, да, как и внутри домов, так и инженерка где-то что-то будет поднастраиваться, да, где-то там, какие-то нюансы, да, там, с материалами, точнее, конкретно с оборудованием, да, это все-таки бывает, да, дает оно сбой. И вот люди тестируют там зиму, и все, и в пик сезона, в май. Выходит уже на загрузку. Конечно, уже на максимальную нагрузку, уже с оточенными теми нюансами, проблемами, которые возникли. И решенными, да? Конечно, конечно. А гарантия есть на работу? Ну, у нас обычно мы год даем. Вот мы максимально, у нас расширенная история, что мы сделали, закончили работу, у нас в течение года, вот, знаете, я будем работать. Потому что все-таки туристические объекты максимальную гарантию, нет смысла давать, поскольку это агрессивное использование. Да, если частный дом мы можем дать иногда там на устройство, инженерку, там, до двух лет, да, но здесь, конечно, такая агрессивная среда. Антивандальная такая. Как я говорю, в канализацию кидают все подряд, дома ты себе не кинешь все подряд, да, а в туристических местах там иногда такое находишь, что лучше этого не видеть. Да, вот. Хорошо, а давай с тобой вот разберем все-таки немножко про финансы поговорим, да, мы же затрагивали эту тему. Вот у нас, допустим, стандартная история, вот, про которую мы начали разговаривать, да, 5 гектар, 30 домов, заселение, планируется, ну, вот, 100 человек в пике. Какие по стоимости работы могут быть, вот, как бы, вообще, как можно спланировать стоимость? Ну, мы можем, смотри, открыть вот сейчас презентацию, да, например, мою, и по ней прям пройтись. Вот у нас есть такая вот средняя, да, базовая, я называю, базовое решение, когда это ты не делаешь сам, ты обращаешься все-таки к подрядчикам, но и ты не бежишь за дорогим решением, там, крупной компании. То есть, это вот такое среднее по рынку, это не то, что наши цены, это вообще, там, цены Авито, Яндекс, там, просто вот средняя. Ну, у вас, да, легко это просчитать, в принципе, потому что метраж, километраж, там, что работа известная. Конечно, конечно, ты любую позицию можешь, в принципе, зайти в интернет и посчитать. Ну, вот у нас, например, разработка, согласование проектов, да, или проекта по инженерным системам, там, мы берем, история, там, летоснабжение, там, берет, проект, там, 50 тысяч будет стоить, да, а водоснабжение, вот это единое, оба проекта, ну, до 50 тысяч рублей стоят, и ландшафтный проект, если человек хочет, там, себе, действительно, усилить какую-то красоту, там, ну, они, действительно, бывают очень дорогие, поскольку территория большая, там, нету предела, они начинают самые схематичные, там, 100 тысяч рублей, просто, чтобы схематично тебе показать, да, у тебя будет дорожка, где у тебя вот этот план такой, да, какое покрытие дорожка там может быть, вот, это без дендрологии, естественно, там, потому что очень дорого все это стоит. А вот, а что касается разметки, там, расчистка территории, в среднем, вот, обычно такой объект расчистить просто минимальный, вот, иногда это я не говорю, когда попадаешь, естественно, сложный, сухостой, тебе, например, территорию глобально чистить, просто 100 тысяч рублей, самый такой минимум, который, вывести мусор, почистить, это, да, это мы говорим сейчас с вами реально о минимальном, таком, изменяемом решении, когда ты подрядчиков еще видишь, вот, предела в стройке нет, то есть, это высоко импульс. Вот, вся территория, я всегда всем говорю, территорий друг от друга нету похожих территорий, когда вам пытаются сказать, что вот, да мы франшизу вам продадим, мы вам скажем, как вам там правильно, все полная ерунда, все территории разные, абсолютно. Вот, я не видел, я не видел ни одной похожей или идеальной одинаковой территории, ты, по-все, реально только вот так через дорогу ты стоишь, да, но вот ты по территории, я же не говорю по страну про нашу, я удивляюсь, когда люди строят гленфик на севере, и кому-то рекомендуют туристический объект правильно построить на юге. там вообще климат, грунт и другие. Абсолютно рельеф может быть, даже вообще-то совершенно другой. И ты не можешь прочитать эту модель. Ну, это такая вот поправка, да, комментарий, что нету стопроцентного понимания решения, когда ты слышал где-то, вот я потратил 10 миллионов, да, и вы тоже потратите 10 миллионов. Это полная ерунда, считай всегда свой проект. Это вот главная рекомендация. Дальше заборы, да, например. Заборы иногда в лесофонде, там их иногда не всегда удается ставить, иногда люди просто загораживают, там, деревьями, кустиками. Да, кустиками, да, то есть применяют такие. А когда обычный забор, там, средний. Ну, тут обычно все зависит от территории. Посчитайте, вот забор абсолютно там невозможный, может стоить полмиллиона, миллион, полтора, два. Ну, территории же могут быть разные. Конечно, абсолютно. То есть, с одной стороны, ты можешь оградить, другой нет. То есть, есть смысл, нету смысл. Ну, в среднем, можете заложить миллион рублей, например, на ограждение, если вам понадобится. Вот. Что касается вот вопрос наружных сетей, у нас идет. Там электроснабжение, опять же, тоже пиковое, что у вас есть, да, при подводе. Ну, вот мы берем, например, что если вам понадобится еще дополнительно, там, 200 киловатт, у вас там есть, например, что-то есть, у вас уже, да, и 200 киловатт вам понадобится. Вот в среднем это может занять, там, полтора или два с половиной миллиона. Ну, вот полтора миллиона мы можем заложить. Ну, плюс еще генераторы же нужно обязательно заложить. Это коммерческие объекты, они же должны быть. Это не всегда. Это бывает просто зонально. Ты можешь там генератор поставить на, там, ресторан еще на что-то. То есть коммерческие объекты они же должны быть. Если у тебя есть трансформатор, ты можешь поставить, если у тебя есть возможность поставить трансформатор, лучше поставить естественно трансформатор. Если у тебя логистически далеко находишься отель, посетит, здесь ты ставишь только генератор. Вот поэтому мы можем закладывать решение этого вопроса от полутора миллионов и выше. Кому-то повезло, уже у них там есть трансформатор, кому-то вообще не покупать несколько генераторов, которые стоят каждый по 3 миллиона. Поэтому здесь вот мы говорим от каждого объекта. Да, мы говорим с тобой про минимальную сумму, которую может человека затратить. Предела нет. Поэтому я всегда говорю, всегда делайте проекты инженерности и всегда их просчитывайте, свой объект просчитывайте, не чужой, свой просчитывайте. Водоснабжение в среднем от 600 тысяч может получиться. Это тоже, опять же, мы говорим про минимальное, всегда повторяю. Канализирование то же самое. В период среднего, мы там закладываем полумиллиона и выше. Опять же, если повезет. Что касается, значит, дальше у нас в позиции всегда строительство домиков, здесь каждый выбирает на свой бизнес-модель, на свою концепцию. Дорожная, пешеходная зона, парковку, которую тоже многие забывают, потому что не у всех есть удобная история, где расположить. Вот это все обычно, скажем, плугустройство, вот это такое черновое, я называю. Мы берем экономичную модель с вами, когда щебеночкой отцеплена парковка, дорожки, какие-то маломальские бордюры хотя бы сделаны, там, не из доски, хотя бы там, не из бетонного какого-то. Да, то, что есть, я говорю, такая средняя, усредненная модель, да, но больше в таком эконом-сегменту, да, по затратам. Вот в среднем это все выходит где-то порядка полтора миллиона, ну, тут если брать дорожки, там, да, вот они 1400-1500 за квадратный метр, там, да, с гравином, там, с работами, с материалами. Вот. Дальше у нас идет освещение. Освещение тоже, это, разница, про это тоже люди забывают, когда, либо ты делаешь капитальный, да, там, конечно, ты делаешь закладные, там, под столбик, у тебя стационарные столбы стоят, то есть, там, по периметру. Эта установка и сами эти закладные под эти столбы, это тоже очень сложная новая история. А все электроснабжение порой, как бы, ну, на самом деле, занимает, поскольку иногда вот эти кабель, который тянется, да, он стоит довольно больших денег, и поэтому это, когда вырастает большую тоже сумму, электроснабжение иногда сжирает очень большую часть бюджета. И освещение, вот тут тоже, у человека подход, либо он поставил вот эти стойки, да, там, например, освещение, столбы освещения, либо он просто отпустил гирлянду по периметру, если мы говорим, да, вот обычно на небольших, на глэмпинге, да, диодные вот эти, там, с лампы накаливания или диодные гирлянды. В принципе, история рабочая, как бы, да, там, лампочки эти надо менять довольно часто, но рабочая эконома тоже история. То есть вопрос подхода, то есть, поэтому здесь освещение, на освещение ты можешь потратить, как там 200 тысяч рублей, да, так и 20 миллионов. Вот мы сейчас мету считаем по Дестру и Турбазу, да, там вот 25 миллионов метрикоснабжения. Вот. А дальше что у нас идет? Устройство спортивных детских площадок, да. Здесь, ну, среднем, детская площадка более-менее сносная, с покрытием, ну, 250 тысяч, вот, только стартовая история. Да. Потом бассейны композитные. Кто-то захотел, там бассейн, нужен или не нужен бассейн. Бассейн тоже, ну, здесь обычная вилка очень большая. Бассейн, ну, хотите бассейн, ну, примерно заложите себе полтора миллиона, а не большой там бассейн. Вот. Потом формирование, например, у берега. Люди хотят укрепить там берег. У некоторых это положено там. Да. Нужно, соответственно, укрепить берег. Здесь нужен тоже вариант. Есть габионное укрепление, есть георешетка укрепление, есть там шпут Ларсена. Ну, все зависит от, там, там, функционального и самого рельефа. В общем, на обычное укрепление берега, там, там, введем 100 метров берега, например, можно укрепить. Вот, ну, можем заложить смело, там, от миллиона, от полутора миллионов на укрепление, если нужно. Опять же, кто-то чистит, да, там, например, берег, тоже чистка, нужно тоже закладывать. Хотите себе почистить какую-то зону, зону на пляжи сделать, ну, тоже смело закладывайте. Также 300, 400, 500 тысяч для того, чтобы вам можно было нормально избавиться от мотылового дна, подсыпать песка. То есть, вот такие вот позиции, они комбинируются, естественно, нужно все это учитывать. Просто хотя бы ты тогда будешь видеть вот по таблице, которую даже у вас есть, да, и презентуют, презентуем, и я когда об этом рассказываю, я говорю, вы хотя бы учитывайте это. Понятно, что там цена может очень сильно варьироваться, но вы хотя бы это закладываете, что, ой, я забыл, там, у меня же еще полтора миллиона на бассейне. Да, ну, вот такой момент, да, потому что понтоны тоже иногда, понтоны же цена, ты можешь понтон сделать полимерный, там, отдельная история, либо ты делаешь его, там, монолитный, там, на свае. Подход тоже плюс-минус разный, позволяет тебе, там, вообще, клиенту это сделать, понтон. Вот, поэтому с понтонами тоже подход, ты можешь 200 тысяч на понтон потратить, либо ты на миллион потратишь. Но главный, я говорю, принцип, это то, что ты все это должен закладывать. Вот такие, примерно, да, позиции. И какая средняя цифра у нас получается? Средняя цифра у нас получается до 10 миллионов. 10 миллионов. 10 миллионов. Это средний, если мы будем сами искать подрядчиков, бригады. Это даже не средний, это просто такой эконом-подход, но подход с головой, когда ты каких-то подрядчиков ищешь, контролируешь их там, да, находишь, вот эти все позиции закрываешь. У тебя выходит 10 миллионов, это такая вот она, как и будет, самая бюджетная цифра, в которую ты можешь попасть, если захочешь вот эти все позиции закрыть. Вот, то есть это такой минимум. А реальный максимум, про который я говорю, не максимум, а реальный, да, это то, что лежит в вилке цен от 10 до 20 миллионов. Вот это реально, куда вы можете попасть, закрывая какие-то свои желания вот на такую территорию. Вот эта вилка, да. То есть вы понимаете, всегда в бизнес-модели закладывать минимум 10 миллионов. Если посмотришь бизнес-модели, как пишут, вот вчера мне пришла одна тоже заявка, и там люди пишут, 20 миллионов, у них стоит как раз порядка пяти гектаров земли, они пишут 20 миллионов на домике, 22, и дальше пишут у них там 2 миллиона благоустройства и 3 миллиона инженерной сети. Не может быть такого. Да, естественно, не может быть такого, и я комментирую, я говорю, слушай, ну это невозможно, ты не пишешь никогда в эту цифру. Про вашу территорию никогда не пишешь, это нереально просто. Ну вот и все, человек понимает, вот 10 миллионов у него минимум, понимает, что там 20, в его понимании, это хотя бы там гилка, он в среднем берет 15 миллионов, тогда ты попадаешь. А предела нет, ну то есть вот мы проект сейчас быстро считаем, например, проект там на инженерной сети только на все 120 миллионов. Просто люди делают по уму, делают по проекту, у них, да, территория большая, они хотят как бы максимально, у них размещены дома друг от друга, довольно большая, да, где-то все в чаще леса такой находится, ну и как бы вот они зону такую, как бы максимально комфортную для всех, и все делают не с точки зрения экономии, а делают с хорошим оборудованием, то есть, которое будет работать долго. Мы тоже рекомендуем, ты можешь поставить, что у тебя там через год сломается, да, и сейчас, конечно, с оборудованием сложнее стало. Что касается предела, вообще предела нету, но в бизнес-модель, если вы хотите вот зайти вот именно с экономией бюджета, вот вам нужно брать вот с 10-19 миллионов эту вилку закладывать, и тогда вы что-то можете там себе. То есть, в реальности нужно думать не только про дома, да, и финмодель ставить не только дома, да, но и все вот эти комплектующие, и все работы, мало того, что мы посчитаем только дорожки, да, нам еще нужно все работы заложить, потому что это очень важно рассчитать и правильно, грамотно, даже элементарно просто посоветоваться с специалистом, как это сделать лучше, в какой период это сделать лучше, так же, как выбирать землю, да, и то же самое с работами, когда это делать лучше, и когда тестировать лучше, и тем более, когда уже вводить эксплуатацию, тем более в такую коммерческую эксплуатацию. Ну, а все же, если хочется сэкономить, самоделки на сколько потратить на такое? Самоделки, ну, как я всегда говорю, что здесь... Семья самоделки, это открывает глэмпинг. Даже на большую территорию они могут потратить, ну, там, не знаю, до двух миллионов рублей на полтора, ну, на материалы, да. Ты как, здесь самоделки, на это что такое? Это когда ты тратишь на материалы, только тратишь на материалы. А все остальное ты делаешь сам, что-то там узнал, посмотрел в ютюбочке, почитал, сам и сэптик установил. Ну, скважину, наверное, сам не сделай, да, ну, кому-то там, да, ты нашел кого-то, Иван Петрович, который это сделал. Выкопал я. Да, ну, обычно это просто, я говорю, что это такая больше, конечно, юмореская такая, потому что, естественно, это на хорошем, на большом объекте, о котором мы с тобой сейчас говорим, да, там, до трех гитаров, до пяти, да, это невозможно. Это, точнее, это возможно, но это сколько ты будешь делать? Пять, десять лет сколько ты будешь делать? И какой смысл в этом-то, да, это делаешь для чего? Для бизнеса или так поиграться? Тогда, да, можешь десять лет делать. Вот, я думаю, сроки такие будут примерно. Поэтому здесь, ну, любой же, кто отельер, кто строил уже, да, и глейтинги, они же все знают эти боли. Боли то, что ты не можешь нормально посчитать бизнес-модель. Все, что считается, сейчас говорят про это как бизнес, конечно, это условно. Я со своей стороны наблюдаю за этим, я понимаю, буду сказать, что это, правильно, как Антон Басин говорит, это, да, это люди-фантазеры, с точки зрения не фантазера, а мечтателей. А вот, мечтатели. А вот, мечтатели, потому что здесь, конечно, это не совсем история, прям, по-проценту бизнес, да, потому что это очень сложно, особенно, когда территория сложная. Невозможно просчитать. Просто невозможно. Погрешность очень большая у всех. Вот у всех никто не закладывает никогда идеальную цифру, это неважно. Поэтому вот так и получается. Но максимально приблизиться к этой идеальной цифре можно. Приблизиться можно, да, мы обычно, мы в этом и помогаем. У нас принципиальная история какая, что мы берем, мы смотрим, мы помогаем. Коллеги, друзья, вот в это пример вы можете попасть. То есть, и даже лучше изначально об этом сказать человеку. Посчитать, вот мы говорим, вот, если у вас нет проекта, мы вам говорим вот эту цифру, но погрешной может быть до 50% без проекта. Закажите проект, там, я говорю, если вы уже инвестируете больше, там, 20-30 миллионов, закажите проект, там, вот, я говорю, за эти же 30-40-50 тысяч рублей, уже 100 тысяч отдайте за все проекты, вот, за снабжение, воду и водоотведение. Все, делайте примитивный хотя бы на расчет. И по этому проекту вам специалисты, вот, мы можем хотя бы посмотреть, сказать, о, ну, здесь вот, там, да, у нас 20-30 миллионов. А что по поводу разрешения согласования вы берете? Мы частично что-то берем, как бы помогаем, но это у нас просто есть юрист, к которому мы также отдельно обращаемся. Которые нам также помогают эти вопросы урегулировать, мы там, либо сводим собственника. То есть у нас, у нас нет такой прям профильной услуги, да, потому что все зависит от земли. И ресурсы самого собственника земли. Потому что бывает, вот, как я повторюсь, да, когда мы говорим о лесфонде, а 8% лесфонда, с которым мы там работали, это люди, которые, ну, имеют отношение к этой земле, это люди, там, из власти, да, то есть административный ресурс, у которых есть, регулировать какие-то те или иные вопросы. Потому что земли корреспонда идеально построить по закону, вообще невозможно. Проект освещения лесов ты никогда не занесешь, там, на них, например, просто анализирование, там, где вообще работа по грунту, вообще не имеешь права делать все сбросшие у юриста, там, ты не можешь, имеешь право там вообще верхнюю почву плодорода свою вообще снимать. Поэтому без административного ресурса ничего там не делаешь. Поэтому зависит от этого, конечно, тут. Какие-то нюансы мы подскажем, у нас есть. Хотя вот куда пойти, да? Да, есть несколько юристов, в которых мы вот так же задаем вопросы, там, они нас тоже консультируют. Они там вопросы, например, мы спрашиваем, как вот здесь лучше нас, там, собственник, интересует. Ну, нас консультируют. Он очень остро стоит всегда и вот поднимается неоднократно в чатах, специализированных там, в частности, чат и АГР, а водоотведение в водоохранной зоне. Вот как специалисты, тем более в этом ты, профиль твой, да? Вот расскажи все-таки, поставь вот такую точку, как бы, вехи и нюансы, что нужно учитывать, что можно, что нельзя. Вот смотри, по водоохранке, вот я с точки зрения юридической, да, юридического аспекта, я не могу сказать, что я очень сильно подкован. Да, я могу сказать с точки зрения технической, да, как, в принципе, что более правильное решение какое-то, то есть обязательно, конечно, в очень сложном вам согласует сброс на воду. Этим, как я понимаю, мало кто вообще занимается. Да, то есть лучше отводить эту воду с очистных сооружений подальше от переговоры, максимально подальше. И ты отводишь ее куда? Ну, какие решения вообще есть? Первое решение, ты просто ставишь емкости накопителя, которые откачивают, но когда огромный объем у тебя, ты просто затрачиваешь огромные ресурсы на эту откачку. В разрезе определенного времени это очень большой бюджет. Поэтому многие что делают? И что мы рекомендаем делать? Это ты делаешь либо огромные дренажные большие колодцы, да, и у тебя грунт позволяет уходить уже после очистки. То есть у тебя есть очистная станция. И после зоны. Она либо полимерная, да, либо там она бетонная. Это точное сооружение. И дальше оно уже уходит в грунт. Но этот грунт, эта территория должна располагаться максимально на удаленном, сколько тебе позволяет на участке, в дальней точке. Вот. Поэтому либо ты делаешь вот эти огромные дренажные колодцы, либо это называемое поле фильтрации. Это наземная конструкция, либо подземная, либо надземная. Холмы так называемые. Многие не понимают. Назначения, да. По территории участка ходят и вид, как на входной зоне какой-то холм стоит, да. Ну, может просто рельеф. Обычно некоторые эти холмы, это как раз вот большие такие палеофильтрации. Вистоятельный фильтратор, щебень. Туда попадает уже после очистки, после канализации, после септиков. Вода и которая потихонечку в этот грунт с вами микробиологии, благодаря определенной, она производит такую некую уже естественную очистку. То есть грунт, это вообще, в принципе, природный фильтр. Понимаете, да. И если в этот фильтр мы не сильно гадим, да, это делается после очистного сооружения, то, в принципе, грунта от этого хуже не становится. Если мы говорим о, конечно, не промышленных стоках, а обычно бытовых, да, которые у нас из дома поступают. Тем самым мы как бы удобряем, по сути дела, грунт, но после очистки. Все надо понимать. А многие у нас уже не нарушают. И вот ставят, например, одну емкость бетонную, классик, как раньше, в грибные ямы, да, во всем союзе, там, и вообще, в принципе, у нас на дачных сейчас территориях. У нас в грибной яме стоит, и стоят жабые кольца, да, и вот все, что туда пришло, туда же сразу и ушло. А худший вариант, когда у людей есть большие стоки, да, они располагаются в приближной зоне, я неоднократно это сам бы, скажем, как эксперт с точки зрения экологии, видел, наблюдал, стараемся с этим бороться. Вот. Люди сбрасывают это все на рельеф в реку. Потому что это большие объемы. И вот, к сожалению, страдают многие административные центры, я всегда говорю, поскольку после того, как я начал глобально разбираться, да, и компания разбираться в канализировании, я всем не рекомендую, например, вблизи больших городов, да, вот у нас есть такой хороший город, название Сочи, да, находиться в приближной зоне. И это не просто рекомендация на основу каких-то, а это реальные данные, к сожалению. И если мы сделаем забор воды в этой приближной зоне, мы очень с вами будем шокированы. Поскольку огромный периметр всего административного поселения, не только там Сочи, да, а всех поселков, которые находятся в гористой местности, все это идет по горам, там же камень, там нет понимания, не камня, слово забыл. По грунту, у тебя нет возможности грунт впитывать, такой объем сока впитывать. Поэтому у тебя все с Чесных выходит, все это идет в леневку общую поселковую, и все это не спускается по приближной зоне. А там дальше уже распределяется, и все это спускается в море. Надо это тоже всегда об этом четко учитывать. Поскольку Чесные сооружения, одно дело, ты на Мальдивах приехал, у тебя там, я видел эти Чесные сооружения, там у них итальянское оборудование, они забрали воду с океана, естественно, выкинули воду в этот же океан после Чесных. Там оборудование кое-что стоит. А у нас проблема, конечно, никто с этим оборудованием особо не работает, особенно у обычных поселковых вообще никто этим не занимается. Это тоже ответственность бизнесу наступает, чтобы все равно делать это. Да, поэтому, возвращаясь, это я могу вечно об этой теме говорить, да, вот, возвращаясь к теме туризма, конечно, здесь тоже надо понимать, что ты взял объект около красивой речки, да, нужно понимать, что не только мусор за гостями нужно убирать, а нужно понимать, какой ты вред все-таки реально несешь. То есть, да, и нужно понимать, ты поставил себе нормальную хотя бы от Чесных сооружения какое-то, да, либо ты поставил себе просто жабые кольца вкопал, и у тебя как куда-то это еще перекачивается, насосик там ставят, у них переполнился, не хотят они за откачку платить, это за что-то происходит из-за жадности обычной. Люди не хотят за откачку платить, вот он насос поставил, и из-за этого выкачивает куда-то, либо к соседу, либо на леневку, либо в воду. Ну, кто-то вот в болото выкачивает часто, как бы, ну, такие вот моменты, к сожалению, не имеются, вот. Ну, а все-таки, ну, на мечтателях все строится, да, они все строят. Вот что ты посоветуешь мечтателям? Что вот самое главное, с чего начинать этим мечтателям? Ну, куда бежать? Мечтателям те, которые действительно хотят достойный какой-то проект сделать и, как я понимаю, заработать все-таки, да, прежде всего, не ошибиться в цифрах. Вот наша команда, команда тут удобно, мы всегда рекомендуем всем перед тем, как вот идти все-таки с инвестиционной моделью, если есть у вас генплан нормальный уже сделанный, ситуационный. Вот перед тем, как вот вы выбрали или уже в процессе выбора домиков, там, строений, которые вы утвердили, конечно, прийти к специалистам, таким, как мы, которые могут хотя бы вас проконсультировать с точки зрения инженерных сетей, это электроснабжение, по воде, водоснабжение и благоустройство, хотя бы первичного благоустройства для того, чтобы территорию эту осваивать, на предмет того, чтобы заложить действительностью более реальную цифру в ваш бюджет. То есть мы видим ваш проект, мы пока даже без проекта инженерных сетей хотя бы вас можем сориентировать. Или бы вам сказать, что вот проект инженерных сетей будет столько-столько стоить, и вы уже тогда еще ближе на шаг станете к реальной цифре. Важно, важно не ошибиться в цифрах, чтобы вот эти мечтания, да, они не пересли в боль и в слезы. Ну, или ошибиться с минимальной погрешностью. Да, или ошибиться с минимальной погрешностью, мы как раз в этом и помогаем. А с точки зрения того, что все равно погрешность будет, но вот эта цена ошибки, она будет минимизирована. Она будет минимизирована. Вот это очень важно. Ну, и как минимум, хотя бы мы пропонсутируем базово, да, на той территории, где у вас будет что-то, подскажем тоже, поскольку у всех, как у этих мечтателей, вот такая голова. В инвесторах, у собственников мы не понимаем какие нюансы, да. Все, что знаем, подскажем. Поскольку опыт, опять же, строительный у нас есть и в частных объектах, он частично применен в туризме, да. Но в туризме есть свои индивидуальные особенности, про которые мы как раз стараемся часто и говорить. Вот. Расскажи самый тебе запоминающийся проект, который вот все прошло как по маслу гладко, вот как планировали, так и случилось. Бывает такое? В стройке это не бывает. Это как вот у вас производственная компания, да, вы строите сферу. Вот строите сферу уже долго, правильно? Ты же понимаешь, что вот нет конца и края вот этому прогрессу, совершенству. Да. И поэтому здесь же точно так же, в условиях нету. Вот это вопрос, что ты гладко идеально, да нет. А любимый проект? А любимый проект это там, где… Из коммерческих и про туризм. Где платят хорошо, много и в срок. Это сам любимый проект, понимаешь? Так что платите хорошо, много и в срок. Да, это про коммерцию. Ну а так, если говорить про душу, здесь, естественно, проект, который собственник вкладывает сам с точки зрения времени, и у него есть большой интерес, и есть при этом еще и там, например, ландшафтный дизайнер, проектировщик, делается нестандартно. То есть вот эта история, конечно, интересна. Ну в любом, все-таки, туризм – это творчество, да, это как раз про мечтателей, про людей, которые хотят сделать инструктуру интересную, и туристические объекты в стране, которых недостаточно, я считаю, интересно объяснить объектов, конкурирующих объектов между другими. Вот, и поэтому рекомендую многим подходить более креативно. И вот тогда вот мы с удовольствием, наша компания тут удобно, обязательно будет тратить на вас время бесплатно с точки зрения консультации, поскольку нам это интересно. То есть, если проект интересный, креативный и, собственно, вкладывает в нее душу, мы сами всегда за такие проекты только беремся. В любой точке России. Да, в любой точке России как минимум проконсультируем, вот, ну а там дальше, может быть, да, и поможем вам в реализации этих сложных очень задач. Спасибо, Евгений, большое. Надеюсь, вам был полезен наш электрою и интересен наш респондент. Да, Ирина, тебе тоже большое спасибо. Вам удачи в ваших тоже производственной компании. Спасибо. Вот, а всем, кто собирается построиться, вам тоже, вам терпение, там, это, как говорится, запасайтесь этим, как от нервов. Валидолу, но опасит. Да, вот этим запасайтесь, да, и вам будет удача тогда. Вот. Все, всем пока. Пишите комментарии, как там, да? Да, да, да. Это же немножко у нас блогерская история, да, пишите комментарии, там, чтобы задавать вопросы, да. Да, мы обязательно ответим, Евгений обязательно посмотрит и ответит так же, как и мы, на все ваши вопросы и комментарии дополнительные. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.